Мы сегодня продолжим с вами исследование послания апостола Павла к Галатам и надеемся завершить изучение последних стихов третьей главы этой книги. Послание Галатам, третья глава, стихи с 26 по 29. Галатам, третья глава, стихи с 26 по 29. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Сегодня моя проповедь называется «Каков ваш статус?» Вопрос. «Каков ваш статус?» – знак вопроса. О статусах в современном мире в контексте социальных сетей, многих сетей, известно, в первую очередь, подросткам и тем, кто помоложе, очень много. Статус – это понятие, которое отражает состояние, в котором находится человек в данный момент. Бывает так, что человек успел сделать фотографию, и через секунду он говорит «I need to update my status». Мне нужно обновить свой статус в социальных сетях, чтобы весь мир знал, где я теперь, что я теперь делаю, что я теперь ем, с кем я теперь встречаюсь и так далее. Я остаюсь сознательно в стороне от множества социальных сетей, но пользуюсь скайпом. Благословен Господь Бог Авраама Исаака Иакова за то, что есть скайп. Кто согласен? За то, что есть возможность реализовать мечту, которая у меня была с детства. Как мечта называется? Видеотелефон. Я помню, мы мечтали, не только голос слышишь, это уже было чудо. Для очень многих, у кого не было телефона в Советском Союзе. Но еще и видеть человека в это время – это нечто сверх ожиданий. Так вот, теперь благодаря скайпу есть возможность общаться со своими родными, близкими и так далее в любой точке планеты, где есть всемирная сеть интернет. И вот там, в скайпе, есть следующие статусы – онлайн. Значит, вы присутствуете, и ваш значочек зеленый, вы можете принимать звонки в это время. Дальше есть статус – офлайн, он красного цвета, то есть вы не в сети. Далее – away. Там обычно такой вот знак-кирпич, как мы говорили в Советском Союзе. То есть вы где-то в другом месте, вы недоступны в данный момент, хотя вы в сети, но вы недоступны. Дальше есть фраза – do not disturb, то есть не беспокоить, не беспокоить. Может быть, здесь кирпич стоит, но это неважно. Но самый любимый мой статус – invisible, невидимый. То есть ты в сети, ты у экрана, но ты невидим. Почему этот статус так важен? Потому что при определенном числе знакомых, друзей, родственников, членов церкви, дальних и близких и так далее, появляется ситуация, при которой единственное, что ты не будешь успевать делать, даже если бы и хотел это со всеми общаться. Приходится подходить к этому избирательно, помня свое призвание, свою миссию, свои цели на сегодня и в долгосрочной перспективе и так далее. Статусы – статусы. Сегодня это понятие очень широко распространено благодаря многим социальным сетям. Каков ваш статус? Вот это вопрос для исследования сегодня. На основании последних стихов третьей главы послания апостола Павла Галатом. Итак, как у нас заведено, теперь по очереди прочитаем эти стихи и попытаемся проникнуть в их смысл. Двадцать шестой стих. Двадцать шестой стих. Третьей главы послания апостола Павла Галатом. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Итак, каков первый статус? «Сыны Божии». Вот статус. Всего мы увидим сегодня не так много, но здесь первый вот такой – «сыны Божии». Что это означает? Что в Библии, в Священном Писании, в принципе, означает слово «сочетание сыны Божии». У нас есть, главным образом, три ответа в Слове Божьем. И первый из них – «сын Божий» – это кто? Это Иисус Христос. Это, как правило, первый автоматический ответ на вопрос о том, что означает фраза «сын Божий». В действительности. Открываем, например, Евангелие от Луки, первую главу, тридцать пятый стих. Евангелие от Луки, один тридцать пять. «Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Читаем мы Евангелие от Марка, третью главу, одиннадцатый стих, Евангелие от Иоанна, первую главу стихи, с двадцать девятого по тридцать четвертый, и массу иных отрывков Священного Писания. Вот эта весть, это утверждение, это мысль звучит неоднократно. Иисус Христос – это Сын Божий, Сын Божий. Кто еще называется Сыном Божьим, Сынами Божьими, Детьми Божьими? Давайте посмотрим на два отрывочка из книги «Псалтирь». Книга «Псалтирь», двадцать восьмая глава, первые два стиха в начале. Псалом двадцать восьмой, стихи первый и второй. Псалом Давида «Воздайте Господу Сыны Божьи, воздайте Господу Славу и Честь, воздайте Господу Славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». Итак, кто должен воздать Славу Господу? Сыны Божьи. «Воздайте Господу Сыны Божьи, воздайте Господу Славу и Честь». И вот теперь те же самые слова, слово в слово, повторяются в девяносто пятом Псалме, в стихах седьмого по девятый, но есть одна маленькая деталь. Прочитаем, девяносто пятая глава, стихи седьмого по девятый. «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу Славу и Честь, воздайте Господу Славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни». Что вы заметили при сравнении этих двух отрывочков? Текст идентичен, призывы те же самые, поклониться Господу, воздать Ему Славу, но в одном случае это должны сделать кто? Сыны Божьи, а во втором случае племена народов. Вывод. Сыны Божьи – это все люди на земле. Вне зависимости от народа, от расы, от происхождения, от цвета кожи, разреза глаз и так далее. Все люди на земле – это сыны Божьи, то есть дети Божьи, сыновья и дочери Божьи. Это описание вот такого вида существ во Вселенной. Это те, кто был создан по образу Божию, потому они называются дети Божьи. Еще один отрывочек – это Евангелие от Луки, 3 глава, стихи 23 и 38. Луки, 3 глава, стихи 23 и 28. Написано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. И дальше идут все предки по перечислению и заканчивается в 28 стихе так. Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмодамов, Иров и дальше. О, нам же нужен 38-й. Мы не будем всю генеалогию читать, а то до утра не закончим следующего дня. 38-й. Еносов, Сифов, Адамов – Божий. Божий что? Божий кто? Сын. Иисус Христос был сыном того, того, того и дальше вся генеалогия вплоть до Адама. А Адам – Божий. То есть, таким образом, все человечество, вся генеалогическая линия, в данном случае, которая привела к Иисусу Христу – это все сыны Божии. Итак, Сын Божий – это описание Иисуса Христа в особом, уникальном, отделенном смысле. Во-вторых, Сыны Божии – это все люди, все племена народов, вне зависимости от вероисповедания и религиозных убеждений, и их статуса любого – все сыны Божьи. Но есть еще и третье значение, третий смысл, с которым эта глубокая фраза используется в Священном Писании. И для того, чтобы подойти вот к ней, я хочу предложить вам заняться немножечко переводческой деятельностью. Скажите, как корректно перевести на английский язык такую глубокую русскую фразу, как «сесть в калошу»? Кто мог бы предложить перевод? «Сесть в калошу»? Как «сесть»? «Сыт»? Как «калоша»? Ну, какой-нибудь там типа «сью», допустим. «Сид и на щу»? «Сесть в туфлю какую-нибудь» или «в обувь». Скажите, поймут ли нас американцы? Ни за что. Ну, а давайте вспомним то место, куда Макар имел обыкновение гонять телят. Вот эта фраза «я тебя пошлю туда, куда Макар телят не гонял», как бы была переведена корректно на английский язык. То есть, вы видите, мы можем все слова перевести, но будет непонятно, правда? То же самое происходит порой, когда мы работаем с вами с терминами из оригинала Священного Писания, с терминами древнееврейскими, арамейскими или греческими. Три языка использовалось при написании Слова Божия. Но если мы переводим их буквально, не зная, что они значат в подлиннике, не зная, что то или иное есть идиоматическое выражение, мы не поймем замысел автора. Так вот, фраза «сын Божий» представляет собою, помимо всего прочего, еще и гебраизм. Что это такое? Цитирую по новому словарю русского языка. Гебраизм – это слово или выражение, заимствованное из древнееврейского языка. Гебраизм – слово или выражение, заимствованное из древнееврейского языка. То есть, по-еврейски понятно, переведи дословно на русский, будет непонятно. Вот об этом пишет Александр Мейне в материале, который называется «Верую. Беседа о символе веры. Беседа четвертая». В Библии, пишет он, как и вообще в восточных языках, слово «сын» означает «причастный». Слышите? «Сын» означает «причастный», непосредственно «причастный». Человек, который внушал надежды, назывался как «сыном надежды». Сын надежды. Не потому, что маму его звали «надежда». Человек, исполненный греха и зла, назывался сыном погибели. И ученик пророка назывался сыном пророка. Он не был его биологическим сыном. Сыны пророческие – это те, кто учились в пророческих школах. Они были учениками пророка. Но они учились на пророков, потому и назывались сыны пророческие. То есть, дальше пишет Александр Мень, понятие «сын» обозначало не просто рождение по плоти и часто не столько и отнюдь не рождение по плоти, а духовную внутреннюю причастность. «Сын утешения» – Варнава – это утешающий. «Сын грома» – Иоанн и Иаков, которые были сыны Зеведеевы – это громоподобный, взрывной, холерического типа. То есть, вот это словосочетание «сын» и дальше существительное в родительном падеже используется в Священном Писании для передачи внутренних характеристик, для передачи качества. Потому что означает «сын Божий»? Значит, причастный Богу, богоподобный, похожий на Бога, отражающий образ Божий, уподобляющийся Богу. «Сын Божий» – это не только тот, кто был сотворен по образу Божию, не только кто получил эту человеческую природу от своих родителей, те, в свою очередь, от Адама и Евы. «Сын Божий» в Библии имеет еще и третье значение. Какое? Тот, который причастен Богу, тот, который отождествляется с Богом, тот, который любит Бога, тот, который идет к Богу, тот, который уподобляется Ему. «Сын Божий» означает «похожий на Бога». И вот, к великому сожалению, в истории нашей земли, в природе человека произошли радикальные изменения после грехопадения. Написано в первом послании Иоанна, в третьей главе, в стихах с 10 по 12, следующее. Первое послание Иоанна, третья глава, стихи с 10 по 12. «Дети Божьи» и кто еще? И дети дьявола. Давайте сделаем паузу. Неужели дьявол наплодил детей? Неужели дьявол вступал в интимную связь с женщинами на земле, от которых родились дьяволята? Это все из области фантастики и фантастического жанра. Нет, не об этом идет речь. Дьявол есть дух. Читаем. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Итак, Каин был кем? Сыном дьявола. А на самом деле, что мы читаем о нем? Книга Бытия 4, глава 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, что приобрела я человека от Господа». Синдальный перевод гласит. То есть, Каин стал детем дьявола в силу чего? В силу своего выбора, в силу своего выбора в нравственном отношении. Человек, который становится похож на дьявола в плане своих устремлений, в плане своей идеологии, своих слов и своих поступков, он обозначается в Библии термином «сын дьявола», потому что он ему причастен, он на него похож, он ему уподобляется. И Каин был первым человекоубийцей. Он был сыном дьявола в этом смысле. Иван Гелет и Иоанна, 8 глава, 44 стих. Иоанна 8, 44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Кто называется детем дьявола? Тот, кто исполняет похоти дьявола. Тот, кто проявляет те же самые устремления в жизни, становится похожим на дьявола. Итак, смотрите, что произошло. Есть Сын Божий Иисус Христос. Уникальная личность во всей вселенной. И потом есть Сыны Божии, которых на земле много. Все племена народов Сыны Божьи. По происхождению, по своей природе изначально. Но затем Сыны Божьи на земле разделились на Сынов Божьих. По своему духовному выбору, по причастности к Богу и Сынов дьявола. По своему духовному выбору. И появилась ситуация, что существо, которое было сотворено быть богоподобным, отражать Бога и радовать и Его, и окружающих, оно становится сыном, дочерью дьявола. Мы попали в рабство. Мы – человеческий род. И теперь Богом этой земли назван кто? Дьявол. Князем этой земли назван дьявол. И потому все человечество стало подвластным. Все человечество оказалось на оккупированной территории. И вот потому, когда мы читаем в 26 стихе, 3 главы послания Галатам, что есть, оказывается, возможность вернуться в статус Сына Божия не только по воспоминаниям и по своей природе в качестве потомков Адама и Евы, но в качестве непосредственно причастных к божественному естеству. Это подлинно благая весть. И Иисус Христос, Господь, пришел для того, чтобы вернуть нам образ Божий вот в этом третьем смысле этого слова. Он снова сделал нас причастными божеского естества. Он снова открыл дорогу для того, чтобы можно было вернуться и восстановить утерянный образ и подобие Божье. И вот именно об этом мы читаем в послании к римлянам, в 8 главе, в стихах с 14 по 16. Римлянам, глава 8, стихи с 14 по 16. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это новая эра, это новые возможности, благодаря пришествию Иисуса Христа и посылаемого на основании этого пришествия Сына Божия в мир Духа Святого. Открывается новая эра, новая возможность, новые ресурсы для уподобления Богу. Дети дьявола по своей природе, по своему выбору, по греховной своей природе, по своим поступкам, они могут теперь, если пожелают, во Христе Иисусе и благодаря Его служению стать вновь детьми Божьими, стать вновь частью Божьей семьи. И это огромная, благословенная, благая весть. Итак, мы посмотрели с вами на значение термина Сын Божий. Во-первых, это Иисус Христос. Во-вторых, это все люди по происхождению от Адама. И, в-третьих, это те, кто выбирает Бога. В нравственном отношении они Сыны Божьи, они подобны Богу, они причастны Богу. И эта возможность вернуться в Божий статус, в Божью природу, в Божью семью открылась пришествием Иисуса Христа. И вот теперь вопрос, как именно Христос дарует нам это Сыновство? Каким именно образом открывается дверь в утерянное Сыновство Бога? Конец 26 стиха. Ибо все вы Сыны Божии, дальше, по вере, по вере во Христа Иисуса. Все вы Сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. То есть канал открыт благодаря тому, что человек принимает все свершения Сына Божия на земле, принимает его служение, его голгофскую смерть, его воскресение, его первосвященническое служение в небесном святилище. Принимая это верой, человек обретает Сыновство в Боге. Прочитаем послание к римлянам 8 главе на эту тему стихи 28 и 29. Римлянам 8 глава, 28 и 29. «Притом знаем, написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Скажите, на основании этого стиха, благодаря чему Иисус Христос открыл нам Сыновство в Боге? Как Он назван? Кем Он назван? Иисус Христос. «Первородным между многими братьями». То есть для того, чтобы нас вернуть в семью Небесного Отца, Иисус, Сын Божий, стал человеком. Он стал одним из нас. И вот, соединившись с человеческим естеством, связав Себя узами родства со всеми потомками Адама, Он тем самым открыл нам дорогу в Божество. Таким образом, в Его природе сочетается и Божественное естество, и человеческое естество. Он есть именно Бога-человек. И вот когда Он стал подобным нам, когда Он стал одним из нас, когда Он стал первородным между многими братьями, то вот теперь цель, снова возвращаемся к этому 29 стиху, цель заключается в следующем, цель духовного опыта. «Ибо кого Он предузнал, Римлянам 8, 29, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Еще на эту тему. Посланник евреям, 2 глава, стихи с 9 по 12. Евреям, глава 2, стихи с 9 по 12. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». То есть Он должен был стать человеком, чтобы быть в состоянии умереть за всех. Далее 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их, совершил через страдания, ибо и освящающие, и освящаемые все от единого». Поэтому Он не стыдится называть их как? Братьями. Иисус Христос не стыдится нас называть братьями, говоря, дальше цитата из книги Псалтирь, «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою тебя». Первая благая весть касательно ответа на вопрос, каков ваш статус, каков, по крайней мере, ваш потенциальный статус, звучит так. «Вы, дети Божьи, поверив в то, что соделал Господь, что Он, будучи Богом, стал человеком, облегся человеческой плотью, принял все грехи наши, умер для того, чтобы заплатить за все беззакония наши, воскрес и вознесся, теперь уже в обновленной, прославленной человеческой природе, и ныне совершает в небесном святилище ходатайственное служение за всех, кто соединяет с Ним свою жизнь». Первый статус – Сыны Божьи. Он обретается по вере. Какие еще статусы раскрыты в этом отрывке? Давайте читать следующий. 27 стих, 3 главы послания Галатам. Галатам 3, 27. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Что это значит? В подлиннике предлог, который переведен у нас словом «во», «во» Христа, это уже знакомое нам с прошлой проповеди древнегреческое слово «эйс». И «эйс» по-английски означает «into», то есть именно вхождение в какую-то реальность, в какое-то пространство, в какую-то местность. То есть это описание определенной среды. То есть когда греки, например, говорят «я иду в школу», они говорят именно «эйс». Я не просто «в школе», я именно «вхожу в школу». Это движение по направлению к цели и нахождение там у итогов этой цели. Или, например, в автомобиль, в дом, в церковь, в синагогу и так далее. Так вот, что есть в крещении? Это вхождение, это размещение себя куда, в кого? В Иисуса Христа. Еще раз. Все вы во Христа, в Машеха, в Мессию, в Помазанника, в Спасителя. Вы во Христа, эйс, крестились. Таким образом, человек входит во Христа, в тело Христа. Представьте себе грешника, который в эпоху Ветхого Завета идет с жертвенным животным. Какое животное возьмем для иллюстрации? Возьмем козу. Кстати, многие с удивлением обнаруживают, что коза была тоже прообразом агнца Божия, жертвы агнца Божия Иисуса Христа. Итак, можно было козу принести в жертву. И в жертву мирную, и в жертву за грех и так далее. Вот он берет козу и от своего жилища отправляется во святилище. Святилище находится в центре стана израильского. Либо, если это уже эпоха храма, то тогда он направляется в Иерусалим. И вот он ее ведет. И как вы думаете, что говорят соседи? О чем думают соседки? У те самые бабушки, которые семечки грызут у подъезда? Человек идет с козой по направлению к святилищу. Значит, что? У всех сразу праведная мысль. Он идет принести жертву мирную. Знаете, для чего мирная приносилась? В качестве благодарности Господу. Или от усердия. То есть у него счастье, радость, благословение. И поэтому он с козой идет ее в жертву принести. А другие что думают? Менее оптимистично настроенные. Интересно, какую заповедь Божью он нарушил. Значит, мои подозрения оправдались. Значит, то, что о нем рассказывают, это в действительности так. И вот человек должен вот от своего шатра, от своей усадьбы, от загона, где хранятся его животные, пройти с этим жертвенным животным ко двору святилища. Вот пока он идет, его могут осуждать, подозревать, его могут возвышать или унижать и мысленно, и словесно. Но вот он достигает своей цели и заходит на территорию двора. А весь двор святилища, он окружен полотнами белого цвета. Есть столбы, и между ними натянута ткань, льняная, белая, белоснежная ткань. И вот он за завесу во двор входит, завеса закрывается. И что происходит? Вот на этого человека никто даже и языком не пошевелит. Потому что даже если он совершил страшный грех, то поскольку он принес жертву, поскольку он вошел на территорию святилища, он совершил реализацию этого предлога «эйс», «инту», «в», он вошел. Все, на этом все подозрения, на этом всевозможные мысли и так далее заканчиваются. Почему? Потому что он не выйдет оттуда таким же. Он туда зашел, и там все грехи прощаются. Там есть жертва за любое согрешение. Там он возложит руки свои на голову жертвенного животного. Он исповедует свой грех, животные будут преданы на смерти, кровью животного побрызгают на жертвенник, и грех будет снят во очищении грехов его, говорит первая глава книги «Левит» и не только. То есть представьте себе вот эту картину, когда грех переложен на жертвенное животное. Он оправдан и очищен, потому что он где? Во святилище. Он пришел к Богу, пришел в жилище Божье, и он не уйдет оттуда прежним. Вот что значит войти во Христа. Крещение – это есть способ отождествления, соединения. Это способ обретения того же самого статуса, что и Иисус Христос. Какой? Святой, праведный, безгрешный, без изъяна, совершенный, беспорочный. Крещение, то есть полное погружение человека в воду. Погружение в воду – есть способ обретения второго статуса, когда человек скрывается во Христе, и все. Тут же заканчивается всякое осуждение, тут же заканчивается всякая вина, всякая тяжесть греха, тут же снимается наказание за грех, тут же обретается радость спасения. Вот что означает войти во Христа – это крещение. И вот теперь очень важно отметить следующее. Помните ли вы, в какой связи мы с вами упоминали греческий предлог «эйс»? Что он описывал в минувшей проповеди, чуть ранее, в третьей главе послания к Галатам? Что он описывал? Давайте вспомним, 24 стих, Галатам, 3 глава, 24 стих. Сказано, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». В подлиннике «эйс», то есть детоводителем во Христа. Не просто подвел ко Христу, а именно ввел во Христа. То есть, когда вы читаете этот отрывочек в оригинале, невозможно не заметить симметрию «эйс» во Христа в 24 стихе и «эйс» во Христа в каком? В 27 стихе. Первый путь, что вводило во Христа, 24 стихе, закон. «Закон был для нас детоводителем во Христа», говорит подлинник. А тут сказано, крещение вводит нас во Христа. И это чрезвычайно важно напомнить. Мы в прошлый раз отмечали, что апостол Павел использует разные местоимения. Вот когда он говорил, закон был для нас детоводителем ко Христу, по пришествии веры мы не под руководством детоводителя. Это мы и нас описывало кого? Иудеев. Это тех, кто был в действительности в завете с Богом. Это описывало тех, кто знал закон, с детства заучивал его наизусть, стремился жить по закону и так далее. Закон их, эту группу людей, тех, кто был в завете с Богом, народ Божий, народ Израильский, вводил во Христа эйс. Но у язычников не было этого благословения. Они были далеки от Бога. Мы сейчас об этом будем читать. Они благословения закона не знали. Что происходит? Тот же самый предлог. Эйс. Открывает путь язычникам. Обратите внимание на местоимение 27 стиха. Что сказано? 27 стих. Посмотрим. Галатам 3, 27. 27. Все вы. То есть до этого мы, нам, нас. А с 26 стиха местоимение меняется. Вы. То есть кто? Он пишет Галатам. Это церковь, которая была из бывших язычников. Это те, кто никогда не знали Бога истинного, кто не жил по закону, кого закон не мог ввести во Христа. Для них Господь приготовил благую весть. Они могут войти во Христа. Как? Через крещение. Итак, очень важный вывод. Во Христа можно войти законом. Закон приводит ко Христу и вводит во Христа. И это путь народа Божия на протяжении веков. Во Христа можно войти и тому, кто был чужд закона, кто был очень далек от Господа, кто не знал Его воли, кто богам иным поклонялся, кто, возможно, детей своих в жертву приносил по неведению, будучи удален от Бога. Господь и их любит так же. И потому предлагает им способ войти во Христа через крещение. Во Христа. Законом во Христа крещением. Вы видите, что нет. Нет конфликта. Нет различий. Нет разных групп. Одни любимые, другие нелюбимые. В силу удаленности от Господа. Не потому, что Бог так хотел. А потому, что древние язычники отказались от Господа. Как говорит послание к римлянам 1 глава, начиная с 18 стиха. Римлянам 1, 18. Ибо божество его, невидимая сила его через рассматривание творений от начала видимы. Давайте прочитаем. Римлянам 1, 18. Если операторы нам найдут, римлянам 1, 1 глава, 18 стих. Говорит, невидимая сила его и божество от создания мира. Дальше 19 стих. Давайте я сам открою. Это я цитирую по памяти. И разные переводы, чуть по разному нумерацию иногда предлагают. 20 стих. Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира. С какого момента? От создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих. И омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердец, их нечистоте и так далее. Кто описывается? Как раз язычники. Обратите внимание. С самого начала, от создания мира, они Бога знали. Они с Богом жили. Они ведь тоже от Ноя произошли и его троих сыновей. Они ведь тоже в конечном итоге от Адама произошли. От одной крови он произвел весь род человеческий. Но когда-то, в какой-то момент истории, языческие народы отступили от Господа, сделали себе образы, сделали себе идолов, стали поклоняться изделию рук своих. И они, славу нетленного Бога, изменив в образ, остались с похотями сердец их. Так вот, Господь их никогда не забывал. Вот этих детей своих, которые отошли от Него в исторической перспективе. И потому Он открывает двери спасения благодаря крещению и тем, кто о законе Божьем, о святости Божьей ранее ничего не знал. Эйс во Христа, как законом, эйс во Христа, как крещением. В этом благая весть для язычников, отцом которых не был Авраам, если судить по плоти. Вот здесь я хотел бы вам предложить некоторые исторические данные, касательно того, что язычникам открывается путь в общество Господне, в спасении во Христа Иисуса, в тело Христово, благодаря погружению в воду. Если вам интересно исследовать тему истоков крещения, если вам хотелось бы проследить, почему вдруг в новозаветную эпоху стали всех окунать в воду, и почему иудеи в огромном количестве приходили к Иоанну Крестителю окунаться в воду, креститься, вы можете найти в цикле проповедей «Тайна Израиля», проповедь, которая называется «Истоки христианских обрядов». Ну вот сейчас я хотел бы хотя бы два высказывания в исторической перспективе перевести для вас. Цитирую по электронной еврейской энциклопедии. «С победой Хасманеев и расширением границ Иудейского царства Иоханан Геркан заставил побежденных Идумеев пройти обрезание». Об этом можно прочесть в книге «Иудейские древности» Иосифа Флавия. «Законоучители того времени расходились в мнениях по вопросу, должны ли празелиты производить обрезание». То есть празелиты – это кто? Это кто из язычества обращается к истинному Богу, присоединяется к народу Божию, в том случае к народу израильскому. Так вот, в ту эпоху, когда писал апостол Павел, незадолго до этого обсуждался вопрос, нужно ли язычников обрезывать или нет. То есть, когда они становятся празелитами, именно входят в общество Господне, нужно ли их обрезывать или нет. И вот еще одна фраза из текста Вавилонского Талмуда, раздел Иевамот, 46 и 71. «Там обсуждается, должен ли Герр, тот, кто присоединяется к народу Божию, пройти ритуалы обрезания и полного погружения в воду, или же для принятия иудаизма достаточно одного из этих обрядов». Палемыка подытоживается словами, цитата из Талмуда. «По поводу того, кто совершил омовение, но не был обрезан, все согласны, что годится для Геюра». То есть, не обрезан, но полное погружение прошел, очищение водой, присоединился к крещениям. Значит, это годится, это законно. «Не согласны в случае того, кто был обрезан, но не совершил омовения». Так, смотрите, в мысли, в богословской мысли того периода, касательно обрезания язычников, было решение, если крестился, значит, уже часть народа Божья. А если обрезался, но не крестился, не окунулся, значит, спор. Значит, Галаха не считает однозначно его частью израильского народа. То есть, иными словами, когда апостол Павел это пишет, он не придумывает здесь что-то. Он живет в контексте своего народа. И если вы найдете возможность прослушать ту проповедь, на которую я сослался, истоки христианских обрядов, вы увидите, что омовение, полное погружение в воду, предписано еще в самой Торе. И пророки об этом много говорили. Это не что-то новое. Итак, есть путь какой? Есть путь закона. Кто родился и был воспитан на базе закона, закон был для него детоводителем во Христа. Но те, кто не знал закона, кто жил вне Бога, вне заветов, Господь их тоже любит. И он говорит, присоединяйтесь ко мне, входите в меня, присоединяйтесь к обществу моему, как? К крещением. К крещением. Итак, мы входим во Христа путем полного погружения в воду, благодаря этому таинству, которое открывает для нас дверь в общество Господне. Теперь 28 стих. Галатам 3, 28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе. Вы знаете, этот стих очень часто цитируется в самых неожиданных контекстах. Нет уже, нет уже никаких различий. И, соответственно, вот сегодня мне сообщили, и я сам тоже увидел, что женский туалет не работает. Ну, то есть раковина работает, а вот унитазы оба не работают, вот здесь рядом с офисом. Я думаю, как вот Бог все заранее предусмотрел. У меня как раз вот здесь написано. Не нужны туалеты для разных полов. Да? Это называется как юнисекс. То есть, раз нет мужчины и женщины, значит, нужно запретить женские туалеты. Зачем два помещения, которые одну и ту же функцию выполняют, иметь в рамках одного здания? Ну, разве это не трата? Нет мужчин, нет женщин, теперь будем все в одном помещении. Что-то как-то какие-то гримасы у вас на лице показывают, что, наверное, как-то мы неправильно истолковываем это место священного писания. Или что? Или слишком радикально? О чем идет речь? Что значит «нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все в одном во Христе Иисусе». Вы знаете, дорогие акадцы, апостол Павел и здесь цитирует Танах, и здесь ссылается на пророчество эпохи Ветхого Завета. Давайте посмотрим. Книга Иоиля, 2 глава, стихи с 28 по 32. Иоиля, 2 глава, стихи с 28 по 32. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». И будут пророчествовать, когда будут читать, сравнивайте термины с тем, что записано в 28 стихе 3 главы послания Галатам. «И будут пророчествовать кто? Сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Итак, жена рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Итак, во-первых, здесь у нас все категории – и рабы, и свободные, и мужчины, и женщины, и пожилые, и молодые. То есть люди разного возраста, статуса, в том числе и социального, разного происхождения и так далее. Но главное, что на всякую плоть, не только в Иерусалиме и на горе Сионе, но где? И у остальных, и у остальных народов. То есть вне зависимости от происхождения Господь будет посылать что? Что будет? 32 стих. И у остальных, которых призовет Господь, будет что? Ключевое слово – спасение. Еще раз 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». На основании чего будет спасение? Говорится ли здесь о заповедях, о законе, о торе, о дикологии и так далее? Нет. Что нужно для спасения? Нужно призвать имя Господне. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется и из язычников, и из остальных народов. И, обоих слов, Павел здесь просто-напросто повторяет эту благую весть. Спасение на основании призвания имени Господня, а не соблюдение Божьих заповедей. Вывод. В отношении спасения нет различий. Потому ни иудея, ни елина, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского – это все не отмена разных социальных слоев или разных национальностей и так далее. Нет. Нет. Речь идет о том, что в плане спасения, в плане доступа к жизни вечной, нет абсолютно никаких различий. Вот о чем благовествует апостол Павел. Нет. Нет никаких различий, ибо вы одно во Христе Иисусе. Все, кто вошел во Христа, он теперь одной природы со всеми остальными в этом теле. И, наконец, последний стих на сегодня, послание к Галатам, 3 глава, 29 стих. Я бы и 30-й тоже сегодня изучил, но в этой главе стихов уже больше нет. Последний. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Еще один статус появился у нас. Какой? Семя Авраамова. Повторим. Повторим. Первое. Сыны Божии. Второе. Причастники тела Иисуса Христа. Да, вы во Христа вошли. Причастники тела Иисуса Христа. И, наконец, семя Авраамова. По обетованию наследники. Давайте вспомним, какое было наследство у Авраама. Книга «Бытие», 24 глава, стихи из 34 по 36. «Бытие», 24 глава, 34 по 36. Он сказал, «Я раб Авраамов», это говорит Елизер, «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына». Сына, как звали сына? Исаак, которому он, отец, отдал все, что у него. Кто хочет быть наследником Авраама? Знаете, в первую очередь, в материальном отношении это было нечто весьма желанное. Господь обильно, чрезмерно, сверх меры благословил Авраама. Авраам все передал кому? Сыну. Потому что быть наследником в доме Авраама – это престижно, это очень желаемо. Дальше, в 25 главе читаем стихи 5 и 6, книга Бытия 25, глава 5 и 6. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Но это все, оно ни в какое сравнение не идет с тем духовным богатством, которое составляло наследство потомков Авраама. В 26 главе книги Бытия, читаем 24 стих, Бытие 26, 24. «В ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Это слова, которые были сказаны Исааку. Господь говорит, не только все богатства тебе, а отец твой передал в наследство. Главное, главное, все духовные благословения, которые я дал Аврааму, говорит Господь, я даю тебе, я благословлю тебя ради Авраама. Все, что было обещано Аврааму, исполнится для его потомков. Далее в следующем поколении, читаем 28 глава книги Бытия, стихи с 13 по 15, Бытие 28, с 13 по 15, и вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, земля, на которой ты лежишь, я дам тебе, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомствуешь, как песок земной, и распространяешься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем, все племена земные, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Эти слова звучат кому? Иакову. Сказано, «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, и я теперь твой Бог, все благие обетования, данные прежним поколением, я исполню для тебя и через тебя». Дальше читаем книгу Исход, 3 глава, 6 стих, еще один представитель семени Авраама, потомков Авраама, Исход 3, 6, и сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. Моисей в этой череде был также наследником, и вот теперь наступает благая весть. «Оказывается, и те, кто не принадлежал к потомкам Авраама по плоти, язычники, далекие от Бога, и они по Божьей благодати и милости могут стать наследниками всего того, что обещано Аврааму и его семени». Первое послание Петра, 2 глава, стихи 9 и 10. Первое Петра, 2 глава, 9 и 10. «Но вы, род избранный, царственное священство». Кто вы? Царственное священство. «Люди, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы». Кому пишет он? «Бывшим язычникам, которые не были частью народа Божия. Но теперь, теперь они обрели тот же самый статус, что и потомки Авраама, друга Божия». И вот дальше, в 3 главе 1 послания Петра, в 6 стихе, частный пример, 3, 6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Вы это кто по-прежнему? «Бывшие язычники» – это кто они, дети Сары. Так, теперь вопрос напрямую. «Как зовут вашу маму? Громче. Чью маму зовут Сара? Можете руку поднять? Так, 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 так. Кто не верит, давайте еще раз прочитаем. Значит, вы, вы, некогда не народ, она не народ Божий, некогда не помилована, она не помилована, то есть вы, бывшие язычники, вы, дети, ее, вы, дети, ее. Хорошо. А отца вашего как зовут? Как? Правда? А почему вы так думаете? Потому что так говорит Господь. И неважно, какой формы у вас нос, и неважно, в какую сторону торчат уши, и неважно, похожи ли вы внешне и так далее, и так далее, и какая у вас фамилия, неважно. Если же вы, христовые, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аллилуйя. Те, кто не имел надежды, те, кто происходил от древних язычников, они стали семенем Авраама по вере. Послание в Ефес, 2 глава стихи с 11 по 13, Ефесинам 2 глава с 11 по 13. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским, обрезанным совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Если вы вошли во Христа путем крещения, вы стали частью Иисуса Христа, частью тела Его, вы стали семенем Авраама. Это вопрос самоидентификации, дорогие мои. Очень многие, кто верит в Иисуса Христа, говорят, мы не евреи, мы не иудеи, мы не Израиль. Это не для нас. Это не для нас. Священное Писание говорит, если Христос для вас, если спасение для вас, если наследие для вас, если благословение для вас, то тогда закон для вас же, то тогда Авраам для вас же, то тогда Ветхий Завет для вас. Вы присоединяетесь к обществу, которое уже давным-давно жило в Господе и которое давным-давно получало благословение от этого. Вам не нужно вначале все исполнить, чтобы присоединиться. Нет, Господь по милости принимает вас на основании свершения Иисуса Христа. Но присоединяясь, помните, куда вы присоединились. Как написано в 11-й главе послания к кремлинам, помни, что не ты корень держишь, но корень тебя держит. Вы привились к этой маслине, к садовой, культурной. Вы дикая маслина, вы сделались причастниками, вы теперь питаетесь соком и силами маслины. Вы стали частью общества Господня. Не гордись, не превозносись, не превозносись. Итак, отец наш Авраам, мать наша Сара, если вы Христовы. Это не означает, что устраняются национальности, половые различия, социальные различия. Нет, это означает, что в плане доступа к Господу, в плане спасения мы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то то, что принадлежит Христу, принадлежит вам. Вы вошли во Христа, вы соединились с Ним благодаря крещению, и потому наследие, которое Христово, оно принадлежит вам. В послании в Ефес, в 1-й главе, в 11-м стихе написано, в последних нескольких стихов в этой проповеди, Ефесиным 1-11, в нем мы и сделались кем? Наследниками. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по извалению воли своей. И Римлянам 8-я глава, стихи 16-18, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии. Со-наследники же Христу». Что значит со-наследники? Значит, у нас то же самое наследие, что и у Иисуса Христа. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И подумают, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8-я глава, 32-й стих, Римлянам 8-32, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Все, что истинно во Христе Иисусе, и все, что состоялось во Христе Иисусе, становится реальностью для нас по вере, когда мы соединяем себя узами завета путем крещения водного, полным погружением в воду с Иисусом Христом. Вы – семя Авраамова, а значит, наследники. Итак, статусы. Каков ваш статус? Многие даже еще и не дети Божьи в этом мире, а никто – дети дьявола. Но когда человек поверил в Бога, он становится Сыном Божьим. Все вы, Сыны Божьи, поверили в Иисуса Христа, потому что Он стал одним из нас. Это первый статус. Кто из вас в этом статусе? Поднимите руку, пожалуйста. Сыны Божьи, поверили в Иисуса Христа. Да, аллилуйя, аллилуйя. Если вы еще не верите, кто-либо из вас или из тех, кто будет смотреть нас в записи, это главный вопрос. Чей вы сын, чья вы дочь, Божья или дьявол? Это первый вопрос. Вы – сыны Божьи, поверили в Иисуса Христа. Однако этот статус еще недостаточен. Почему? Потому что Бог лучше и больше для вас приготовил. Какой второй статус? Тело Христа. Тело Христа. Вы во Христа, сказано, крестились. Для этого нужно что? По-прежнему вера в Бога плюс крещение, то есть полное погружение в воду, чтобы отождествиться и соединиться с Иисусом Христом, со всем, что Ему принадлежит. Следующий статус какой? Семя Авраамова и смежные с ним наследники. Семя Авраамова на основании веры, крещения и избирания пути Авраама, которым шел наш праотец. Для того, чтобы нам с семьей отправиться в короткий недельный отпуск в Канаду, мы должны были удостовериться в том, что у нас в порядке документы. И вот, чтобы нашу младшую дочь Марию, ей сейчас 4 года, свободно впустили в Канаду и запустили назад в Соединенные Штаты Америки, нам необходимо было сделать паспорт американский. Она родилась здесь, соответственно, гражданка страны, необходимо было предложить на проверку свидетельство о рождении. И вот нам по скорому тарифу оформили нужный паспорт. И вот теперь вопрос. Является ли Мария моей дочерью, когда у нее нет свидетельства о рождении? Когда у нее нет паспорта? Является ли она моей дочерью? Конечно. Она моя дочь по факту рождения. Она моя дочь, потому что она произошла от меня. Ну, при известной помощи моей возлюбленной, естественно. То есть, она моя дочь. Но скажите, пустят ли ее в Канаду, пустят ли ее назад в Америку? Нет. Почему? Ей нужен легальный статус. Вот чем отличается человек просто верующий в Бога и человек какой крещенный. Вопрос крещения – это вопрос расширения своих прав, своих полномочий. Вопрос крещения – это вопрос статуса в духовном мире. Это время, когда человек дает обещание Господу доброй совести. И это сродни и сравнимо с документами иммиграционными в случае с нашей семьей. Дорогие, если вы еще не крещены, это не значит, что Бог вас не любит или что вы не являетесь Его детьми. Но это означает, если вы еще не крещены, что вам недоступны все права, которые имеют те, кто вошел во Христа благодаря акту крещения. Потому не откладывайте 28 декабря в последнюю субботу этого 2013 года запланировано очередное крещение. Я приглашаю тех из вас, кто еще не в завете с Господом или тех, кто знает, что должен обновить свой завет с Господом, обязательно сделать это. И не откладывать до начала следующего календарного года. Решите этот вопрос. Он очень важен. Это вопрос ваших возможностей в духовном мире. Но, оказывается, это еще не все. Когда ты официальное дитя, для тебя открывается еще и наследство. И это наследство, оно неизмеримо, оно славно. Это возможности для служения, для самореализации, для духовного роста и так далее. Это возможность стать соработником, сотрудником в деле Господнем. Это наследство, которое лучше всех когда-либо предлагаемых людям. Итак, сегодня каков ваш статус? Да благословит вас Господь сделать следующий шаг. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.